Всем привет из Питера, с вами Андрей. Я продолжаю вам рассказывать про города России. И сегодня поговорим про город Омск. Напоминаю вам, что зрители этого канала сами выбирают ролики. Не забывайте заходить ко мне в сообщество для выбора вашего ролика. И да, если же ваш город проигрывает, не стоит отчаиваться. Ваш голос будет зачтен для рейтинга. И победителем седьмого голосования стал город Омск. В городе проживает 1 миллион 139 тысяч человек. По населению этот мегаполис занимает девятое место в России. Ну что, друзья, погнали. Интересные факты о Омске. Во всей Сибири лишь Новосибирск крупнее Омска. Омск является важнейшим промышленным центром всего своего региона. Город Омск был заложен как крепость для защиты южных рубежей Российской империи. Омск был основан в 1716 году, в эпоху правления Петра I. Но статус города получил лишь спустя 66 лет. Своё название Омск получил в честь реки Омь. Собственно, он и расположен в том самом месте, где Омь сливается с могучим Иртышом. Река Иртыш пересекает территорию России, Казахстана и Китая. Длина водной артерии более 4000 километров. С середины 20 века до начала перестройки Омск считался закрытым городом, и иностранцы сюда не допускались. Тем не менее, в советские годы его посетили несколько известных коммунистов. Например, лидер югославских социалистов Иосиф Тита. Омск является одним из наиболее театральных городов Сибири. Здесь работает 14 театров. Этот город с чрезвычайно мощной промышленной базой. Тут расположено множество институтов, объектов культуры и истории, а также, разумеется, фабрик и заводов самого разного калибра. Климат в этих краях, конечно, суров, но сам Омск является хорошо приспособленным для жизни городом, с отлично развитой инфраструктурой. В начале лета в Омске часто случаются пыльные бури. Разносимая ветром пыль содержит много вредных веществ, в том числе и свинец. Первый Успенский собор был построен в Омске в конце 19 века, но он не пережил гонений на религию. Во время советской власти по указу городской администрации здания взорвали. Долгое время на его месте располагался городской парк. Решение о создании храма было принято в 2005 году. Работы шли довольно быстро, и уже через пару лет новый собор был освящен. В конце 19 века в Омском Остроге 4 года был в заключении писатель Федор Достоевский. Свои впечатления от пребывания в этом месте он изложил в книге записки из мертвого дома. В начале 21 века местный университет был назван именем Достоевского. Высота практически всех домов в Омске не превышает 50 метров, что делает его одним из самых невысоких мегаполисов в России. Исключением является 72-метровый омский элеватор, эквивалентный 24-этажной высотке. В центре Омска, возле здания водоканала, растет самое старое городское дерево – белое иво, ей более 130 лет. Обхват ствола 10-метрового дерева достигает 5,5 метров. Пожарную каменную каланчу в Омске возвели в начале 20-го столетия. До этого на ее месте располагалась деревянная постройка 1870 года, выполнявшая ту же функцию. Сооружение использовалось по назначению до 1940-х годов, после чего его объявили архитектурным памятником. Омский академический театр драмы – один из самых старых драматических театров Сибири. Омск был одним из немногих городов Российской империи, имеющий право поднимать государственный флаг. Здесь расположен крупнейший в России завод по переработке нефти и нефтепродуктов. Управление железной дороги в Омске было построено австро-венгерскими военнопленными. В Омске есть улица Чехова, примечательная она тем, что состоит она всего из одного дома, которому, кстати, почему-то присвоен номер 3, больше всего стихов об Омске. Написали Роберт Рождественский и Леонид Мартынов, выросшие здесь. Омский умелец Анатолий Коненко проставился на весь мир благодаря своим микроминиатюрам, каравану верблюдов в игольном ушке, подкованной блохе, кузнечику-скрипачу и книге размером 0,8 на 0,8 миллиметров. К 300-летию Омска в 2016 году Банк России выпустил серебряную памятную монету номиналом 3 рубля. Здесь производят двигатели для российских подводных лодок. Высочайшее сооружение в Омске, труба ТЭЦ-5, построена еще при советской власти. Эта труба высотой в 275 метров, ходит в осадку самых высоких труб в мире. В городе есть метромост, но метро нет. Строительство много раз возобновляли и снова замораживали. В 2018 году проект снова отложили в долгий ящик. В Омске даже есть выход из подземки, который сейчас используется как памятник несостоявшемуся метрополитену. Омск не оставляет надежд по достройке и открытию метрополитена, даже в упрощенном или переформатированном варианте. Планируется либо переделать метро в легкорельсовый трамвай, как в Волгограде, или в подземный трамвай. Либо завершить короткий отрезок метро из станции Пушкинская, Заречная и Кристалл, длиной на всего 5,5 километров. И пустить по нему поезда, но для этого требуется еще 3 миллиарда рублей. Таких денег у региона, к сожалению, нет. В период гражданской войны белогвардейцы выбрали Омск в качестве столицы. В Омске работает парк Птичья гавань, в котором в период весенних перелетов насчитывается около 3000 птиц. До 1937 года рядом существовало три города. Омск, Кировск и Ленинск-Омский, которые по мере роста и развития соединились в один. Транссибирская магистраль по плану должна была проходить на 300 километров севернее Омска, соединяя напрямую Новосибирск, Тару и Ишим. Крюк на Омск составлял в общей сложности 700 километров и не был выгоден никому. Но, тем не менее, путь был проложен именно так. Предполагается, что в этом поучаствовали городские купцы, собравшие деньги на взятку, тем самым лишив Тару железной дороги и перспектив развития. Занимательные Яндекс.Карты Ну, во-первых, гуляя по Яндекс.Картам, в этот раз я нарыл очень крутые рисунки на домах, скорее всего, советские. А вот одно из моих самых любимых, это маленький деревянный домик на фоне многоэтажки. Дом с панорамными окнами, это был сарказм, если что. Изба, у которой самое красивое оформление окон, что я видел в жизни. Дом за косом под крепость. Это трамвайные рельсы, расположенные рядом с жилым домом. Расстояние между домом и рельсами, ну, метра 3-4 от силы. Ну, и суровые Омские горки. Что ж, друзья, на этом пока все. С вами был Андрей. Подписывайтесь на канал, нажимайте там на лайки. А главное, берегите себя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok